Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео для вас. Оно будет о меде сегодня. Много происходит фальсификации меда на рынках, при покупке. И пчеловоды многие не знают, как сохранить мед. Иногда качают, говорят, что это скис или еще что-то. Поэтому сегодня будет интересная тема, заострите внимание. Как сохранить ценное качество меда? Или как сохранить мед? И какой мед должен быть после откачки на вашей пасеке? Чтобы он сохранил свои витамины и качество для вас. Журнал 1963 года, номер 11. Подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, читаем статья, подписана. Консультация называется. Лечебное и диетическое значение пчели на мед давно уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Теперь врачи часто рекомендуют мед при гастритах, нервном утомлении, бессоннице и других болезнях. И большинство населения обращается к меду не как к мгновенным сладостям. Кстати сказать, с этой стороны он ценнее обычных сладостей, а как к лечебному средству. Сама природа, растения и пчелы создают великолепный продукт мед. Но как часто человек портит его своим неумелым обращением с ним. Редакцию журнала многие подписчики спрашивают, как обращаться с медом на пасеке, на складе, при его тарировании и хранении. Чтобы он сохранил свои ценные свойства, отвечаем вам, дорогие друзья. Первое. Статья называется. Пчелиный мед может содержать естественные примеси, зерна, пыльцы, мелкие частицы воска и посторонние золоты, моря, мертвых пчел, кусочки сотов, песчинки и тому подобное. Очистка меда производится на пасеках фильтрированием, через ситечки, мешки из ткани и отстаиванием. На торговых базах мед перед очисткой прежде всего распускают, то есть из твердого закристаллизовавшегося состояния переводят в жидкое. Для этого после снятия обручей и освобождения клепок бочек закристаллизовавшийся мед помещают в медоплавильники. Устроены таким образом, что он как только станет жидким, то час же вытекает из плавильника в другой бак, где поддерживается невысокая температура. Затем мед поступает в отстойники, где он очищается, а затем его распасовывают в розничную тару. Такая очистка меда связана с его нагреванием, нежелательно, так как при этом может ухудшаться качество меда. Ну как производится и как нагревается, качество меда ухудшается, но этот мед все равно лучше сахара. Поэтому если вы покупаете распасованный мед в жидкий в магазине, он имеет совершенно другой химический состав. Только частично потерял при нагревании, потерял витамины частично, но он все равно очень полезный. Засоренность меда объясняется прежде всего небрежностью пчеловодов. Сажа, зола попадают в мед при неумелой работе с дымарем. Пчелы тонут в меду тогда, когда пчеловод качает мед в помещении, незащищенном от залета насекомых. Пыль, ссор, растительные волокна попадают на рамки с медом с верхних утеплительных подушек. Песок, земля в меду бывает тогда, когда пчеловод вынимает рамки из уля, ставит их на землю рядом с улем. Кусочки воска, дерево попадают при неаккуратной распечатке сотов. Совершенно недопустимо откачивать мед из сотов, имеющих расплод. Ну и иногда пчеловоды, запечатанные расплодом, могут откачивать. Отчистки меда на пасеках производится в пасечных мастерских. Вначале путем фильтрации через ситечко. Потом в медоотстойниках с полотняным и марлями фильтрами укладываем на борта. Полотна при этом не должны быть плотным. Вместо него может быть применена марля в 2-3 слоя. Для очистки меда от примесей, не задерживаемых к тканю, чаще всего применяется отстаивание меда. При этом все примеси по удельному весу тяжелее меда собираются на дне. Легкие же примеси собираются на поверхности, их потом снимают. При отстаивании меда не только удаляются посторонние примеси, песчинки, кусочки воска и другое, но он также оседает слоями. Внизу от стойника собирается мед, имеющий меньшую водность, чем мед в верхних слоев. Различие в водности меда бывает до 2%. То есть, если вы откачивали мед, то у вас будет разная кондиция мед. Он будет запечатанный в хорошей кондиции и бывает часто полуоткрытый. Он больше водности имеет. Поэтому запечатанный хороший мед оседает снизу. Не запечатанный он более водность имеет, больше процентов, а становится сверху. Отстаивание меда иногда сочетается с его дозреванием, дозариванием. Для чего отстойные баки покрывают лишь сеткой лимарли, предохраняющей мед от залета пчел, мух и попадания пыли. То есть, как правило, на пасеках, особенно коммерческих, больших, не ждут, пока все запечатают. Если запечатана рамка до половины сверху или чуть больше, то ее берут на откачку. Потому что нет такого ситуации, чтобы все было запечатано окончательно. И поэтому дозаривание меда, то есть выпаривание воды, производится еще после откачки. Я лично делаю дома и очень хорошо сохраняется около месяца. Ну, обычно рекомендую две недели. Я держу больше. Открытый мед, чтобы он выпарился в помещении, на кухне. Он выпаривается и в течение года находится в хорошем состоянии, в жидком состоянии. Не запечатан, ну, в смысле, не засахаривается. Главное, чтобы выпарилась, вода выпарилась до определенной кондиции. Ну, далее читаем. Продолжительность отстаивания меда будет тем меньше, чем выше его температура. Стандартные медоотстойники изготавливают из алюминия, а также металла, луженого оловом без примесей свинца. Но так же, но так как выпуск стандартных медоотстойников еще не организован, ну, в то время, то на пасеках они в большинстве случаев будут самодельны из разных других материалов. Нередко из дерева. Нельзя делать отстойники из оцинкового железа, потому что цинк, растворяющий в кислотах меда, образует вредной для человека соли. Ну, со своего опыта скажу для пчеловодов-любителей, я обычно откачиваю с медагонки сразу. Ну, по-русски у нас существуют банки трехлитровые, сразу можно в них откачивать, и в стеклянные. Он очень хорошо сохраняется, лучше, чем в пластиковых, потому что пластиковый – это нехорошая вещь. Вот. Ну, у нас тут галлонные банки, они немножко больше, чем трехлитровые. Я сразу в галлонные банки трехлитровые откачиваю, или же это для себя, для хранения. И сразу оставляю крышечки полуоткрытые на кухне. Вот. Если же для продажи ставлю где-то около литра баночки, или меньше, какие я планирую продавать, то то же самое откачиваю сразу же, через ситечко наливаю их, и даю им отстояться. Две-три недели, и потом можно закрывать и продавать. И он будет хорошего качества. Итак, до свидания.